Ну вот это вот очень важно. Я понимаю, что при этом очень важные вещи, которые говорят о том, что надо заниматься развитием личности для развития энергетики. В этом у вас месседж, да? Я вот в этом полностью вас поддерживаю. Мне кажется, это очень важно. Важно заниматься развитием личности, чтобы потом было кому развивать энергетику, другими словами, да? Да, я понял. То есть вам есть над чем работать, у вас есть супер задача. Поздравляю, хорошая задача. Спасибо. Идем дальше. Значит, вот есть такое предложение. Решить сейчас, продолжать или нет дискуссию на тему развития. На тему понятия развития, да. Алексей Евгеньевич вчера ее начал. И как бы мне так кажется, честно говоря, что бросать это нельзя. То есть вот эта схема, мне кажется, в высшей степени провокационная. Вот есть вопросы к ней вообще? Напомните, о чем здесь речь шла, да? Ну вот это вот, значит, прошлое, да? То есть некая наличная ситуация человека, там, сообщества и так далее. Если ничего не делать, то она естественным образом перетекает в будущее. То есть прошлое каким-то образом транслируется в будущее само по себе. Вот сейчас происходит нечто. Что будет на пленуме? Неизвестно. Значит, если мы ничего не будем делать, то игра закончится. То есть для того, чтобы она продолжалась, нужно, значит, совершать какие-то действия. Но ладно, а? В настоящем, да. То есть настоящее, оно как бы здесь его уловить невозможно. То есть где переходит прошлое в будущее, уловить невозможно. И как бы по этой схеме получается расширение сферы настоящего, да? Оно происходит в момент мышления и действия одновременно. То есть если группой все мы будем совершать некие мыслительные действия, то есть делать доклад там для пленума и так далее, и так далее, то мы пойдем как бы вот по этой вот линии. И тогда, значит, мы получим здесь в будущем, то есть на пленуме, такое понимание темы дня, всех наших волнующих смыслов, которого у нас сейчас нет. Но нам проще в каком смысле? У нас есть регламент, у нас есть программа, которую команда вырабатывала в течение нескольких месяцев. Вот там закодирована определенная логика движения смысла. В этом смысле вот на игре вот эта вот линия, она протекает в некотором таком русле. Вот, а если это русло убрать, то вот что меня смущает прежде всего? Отсутствие критериев вот такого действия. Ну, я говорю, к примеру, да, скажем, изобретение там газовых камер в дырях смерти нацистских. Ну, точно такое же вот, некое инженерное действие. То есть и любое, любой произвол, любое действие можно объяснить, оправдать и так далее. Ну, а что сейчас с Украиной там делается, да? Кто не скачет, то и москаль. Вот и все. Критерии-то у них в кармане, понимаете? То есть это очень рискованная схема. Я так понимаю, из этой схемы мы же, Сергей, говоря о верхнем будущем, о том, как происходит мыслительного действия, мы же говорим, что такое-то развитое, идеальное, усовершенствованное будущее. Мы говорим, что-то другое будущее, которое происходит за счет действий мыслительных, инженерных, как бы нас, людей, личностей. По схеме-то да. Поэтому оно может быть как развитым, но так совершенно как бы и в обратную сторону. Следовательно, нужны критерии развития, которые на этой схеме отсутствуют. То есть им здесь места нет критерием развития. Поэтому мне кажется, что впрямую этой схемой действовать не то, что как бы нецелесообразно, а вообще неправильно. Хотя эта схема принята. Как ее усовершенствовать, как внести сюда критерии развития, ведь получается, я полностью согласен с Сергеем. Если не вводить критерии развития, а что значит критерии? Вот допустим, у меня критерии развития в кармане вот тут лежат, я их сейчас введу и буду вас убеждать, что я прав. Ну как вот Украина, Россия, то же самое. Понимаете? То есть проблема критериев, проблема критериализации, это на самом деле очень острая проблема, стоящая в мире, и это один из вызовов, который реально брошен. Вот у меня есть вопрос, но я не знаю, он к Константину Филипповичу или вообще ко всем. Вот у нас группа-то вчера с чем столкнулась? В понимании развития. Вот находясь как бы в прошлом или в настоящем, выявить признаки развития, то есть признаки того, что ситуация идет к вот этому какому-то там другому желаемому будущему, как это сделать? То есть каким методом выявлять признаки развития, находясь как бы вот в ситуации, при анализе этой ситуации? То есть я правильно понимаю, наверное, тебя, что сам метод выявления признаков, он тоже должен быть критериализован так, чтобы мы точно знали, когда мы выявляем признаки развития, то мы выявим признаки именно развития в необходимой и достаточной мере. Вот кто-то выделял вчера два признака, кто-то три. Наша группа выделила семь. А сколько необходимо для того, чтобы понять, что это не газовая камера получится, а развитие? Да, ну и вообще вот эти выделенные признаки, это признаки или развитие? Например, вот если мы просто смотрим на ситуацию, ну вот мы смотрим, и какие признаки называем какие-то, с чего мы взяли, что это признаки развития? Вот. Может быть есть как, ну я не знаю, мы вот предполагали, может быть нужно сравнить эту ситуацию с какой-то другой, и тогда мы сможем увидеть признаки именно развития? Или чего, как это вообще делать? То есть я вообще не понимаю, как можно вот в текущей ситуации найти какие-то, как бы точно сказать, с какой-то уверенностью, что то, что мы вот выделили как признак, что это действительно признак развития, и приведет он к развитию. Вопрос номер один. Повешен в воздухе. Так, пожалуйста. Я не знаю ответа на этот вопрос. Могу попытаться какой-то метод предложить. Вот у нас на схеме есть прошлое, настоящее, будущее, да? То есть у нас есть какое-то, может быть какое-то, в прошлом может быть какое-то представление, ну считаем, что прошлое это мы сейчас находимся, то есть развитие еще не началось. У нас в прошлом, как бы в настоящем. В прошлом мы уже не находимся. Нет. Можно я скажу свою мысль? Ну ладно, мысль, мысль, да. Хорошо. Мы находимся в настоящем. У нас может сформироваться какой-то образ будущего. Мы сформировали образ будущего, есть какой-то путь, то есть к этому образу все равно сформируется. Мы начинаем из настоящего двигаться по этому пути какими-то небольшими шагами. То есть мы сделали шаг, оказались вот уже в новом настоящем. То есть для нас было прошлое, стало настоящее. Из вот этого настоящего мы должны взглянуть назад и посмотреть, оценив, появились ли какие-то признаки развития. То есть сопоставить уже это настоящее с тем, с настоящим, которое стало прошлым. И так, если они не появились, значит нужно корректировать свое представление о будущем и какой-то путь немножко другой выбирать. Я вас понял. Спасибо большое. Но от произвола ведь вы не уходите. Вы вводите себе просто дополнительное пространство фиксации. Дополнительное пространство. А от произвола-то вы не уходите? От того, как бы соответствует ваш метод истине и ваши признаки действительно развитию или нет? Ну вот пошагово мы и будем это определять, соответствует, не соответствует. Ну вот, скажем, Гитлер сколько? 12 лет пошагово определял, потом система рухнула. Значит, Советский Союз дольше. Значит, выросло целое поколение. Ну а может быть они определяли, но плохо оценивали, все-таки сопоставляли прошлое с будущим? Развитие, не развитие? Так вот, что значит плохо, что значит хорошо? Ну в данном случае мы рассматриваем конкретную область или страну в целом? Я не знаю. А это без разницы. Мы сейчас находимся пока в рамках тем групп. Вот сейчас, да? Будем делать доклады, группы будут работать на самом деле. Какая разница, в чем мы находимся? Нам надо решить вопрос. Это путь к истине, это будущее представляет собой развитие. И для чего нужно вообще говорить о развитии? Что это такое? Как получается представление о развитии? Нима Тулина, группа общественной организации. А вот я вот, может, прослушала вчера, я не поняла, развитие-то где здесь, вот на этой схеме. Это вот к красному путешествию или все-таки это естественное развитие? Или, ну не знаю, всем понятно, где здесь развитие или нет? Может, я одна не поняла. Кто-нибудь понимает, здесь есть развитие или нет? Пожалуйста. Если даже мы боимся, Лиза, все равно объясняй. Просто мы должны с вами понимать, что развитие – это гораздо обширнее понятий, и что развитие будет в любом случае. Проходит время, и, например, мы стареем. Это можно рассматривать как развитие? Развитие, как само собой, это изменение каких-то вещей с течением времени. И развитие происходит иногда естественным путем, что вчера хотел изобразить. Великолепный пример, извини, Алексей Евгеньевич вчера приводил. Лошадь развилась до состояния трупа. Развитие, конечно. Развитие произошло. Объявим это развитие, будет оно развитие. Или, например, вот мы в группе пытались подумать, что такое сознательное может быть, бывает развитие или несознательное. Вот семечко бывает, оно упало в землю и растет. Оно же развивается, у нее же есть какой-то процесс, у нее там заложены где-то, что и надо вырасти, а потом в будущем какие-то другие семечки дать. Но мы, может, немножко другие и можем не каким-то естественным путем идти разбиваться, не просто жить, а как-то анализировать ситуацию, нужно научиться и понять, какими путями идти, чтобы добиться какого-то развития. Вот в этом как-то все, мне кажется, и заключено, понимаешь? В этом как-то. Я говорю, опять от газовой камеры мы не уходим. Иван. Возможно, для того, чтобы оценить развитие, необходимо ввести некую шкалу ценностей и исходя из этой шкалы ценностей оценивать эти признаки развития. То есть они должны соответствовать общепринятой ценности. А как эту шкалу ввести? Вот, допустим, сейчас между Украиной и Россией общепринятая шкала ценностей есть? Нет. Перемирие объявлено. Каждый день, каждый день гибнут мирные люди. Это как? Есть? Это что, в рамках шкалы ценностей? Это они правильно гибнут, да? Так о чем речь, коллеги? От того, что нужно, сказала. Конечно, нужно. Но что меняется? Ведь не могут эту шкалу ввести. Значит, что происходит? Почему не могут эту шкалу ввести? Вот Сталин, допустим, такую шкалу ввел. Чтобы понять, добрая зла. Наши люди, не наши люди. Значит, не наши, они мешают. Они мешают убрать их к чертям собачьим, и все. Вот он ввел свою шкалу ценностей. Конечно, существуют, я не знаю, вот говорят, общечеловеческие ценности. Но вот в какой форме они существуют? Что-то происходит, скажем, в мире. Ведь Украина – это проявление мирового кризиса. Что эти общечеловеческие культурные ценности, тысячелетние, они туда, не проходят. Что это такое? Это же не значит, что их нет. Вообще, в принципе, нет. В конкретном случае их нет. В конкретном действии перемирия и установления мира их нет. Соответственно, данное явление невозможно считать развитием, потому что не соответствует данной шкале. Ну вот, где-то, мне кажется, так вот. Я бы даже коллегить так. Если есть еще желание сказать, я бы даже на этой ноте чуть-чуть и закончил. Вот то, что Иван сейчас сказал, мне кажется, очень важным. Центральный, вот, с моей точки зрения, момент. Пожалуйста. Можно? Сейчас скажу. Константин, группа наук и развития. Вот по поводу признаков развития. Все-таки признаки-то это что? Ну, то, почему мы можем понять, что развитие – это есть развитие. Соответственно, надо сначала определиться, с чем такое развитие и найти его свойства. А свойства – это и есть признаки, только наоборот. Ну, то есть это то, почему. Ну, понятно, да? Согласен, согласен. Так, пожалуйста. Кузель, группа номер 5, общественная реализация. Три момента. Первый момент – предлагаю еще 25 минут подискутировать на тему развития. Второй момент – касательно вот этой схемы. Здесь не говорится о том, какие критерии или что-то. То есть, в принципе, здесь нарисовано, что если ничего не делать в настоящем, например, как вот Алексей Евгеньевич привел пример, опора в ЛЭП, да, то есть будет стоять ржавее, да, то есть если не предпринять какие-то меры, то, естественно, образом перейдет в будущее в ржавом виде, да. Но если в настоящем, то есть сегодня предпринять какие-то попытки, то в будущем она будет нормальная, то есть целая, там, не ржавая, ничего. Это очевидно. Да, это очевидно. И третий момент, то есть, в принципе, со схемы, что такое развитие – это учет в настоящем, учет прошлого в настоящем для стабильного будущего. То есть для меня развитие – это стабильность в первую очередь. Ну и о шкалах, там, о все остальном, то есть можно еще подискутировать, ну вот мне так кажется, что без шкал не обойтись, потому что если говорить о стабильности и об организованности, о достижении желаемых целей, то в ладерях смерти все это было достигнуто. Я говорю, вот вы мне докажите, что здесь не газовая камера, вот докажите. Что цели были их, и они их достигали, они считали эти цели правильные. Ну неполноценных людей, неполноценных людей не зазорно уничтожать, потому что есть люди полноценные, и есть неполноценные. Вот все. Можно я да, скажу. Анастасия Нижник. Вот мне кажется, вот сейчас мы все говорили и говорили, по моему развитию, по моему развитию – это то-то, то-то, то-то. Это может быть субъективная вообще точка зрения, почему мы пытаемся что-то обобщить. Может общего-то и нет. Может это реально для каждого человека свое личное. Согласен с вами абсолютно. Именно поэтому в мире полный бардак и хаос. Вот. Над этим словом развития, мне кажется, вообще очень много лет и много людей борются для того, чтобы дать определение. И что делать? Не бороться? Бороться. Так вот речь идет о том, как бороться. Ну может быть не обобщение. Можно же повторять прежние ошибки, быстренько людей всех поделить на правильных и неправильных. Нет, тут эмоциональную составляющую надо убрать. Но я говорю, может быть это что-то не общее, а субъективное, личное. Поэтому мы никак и не можем договориться. Важный очень фактор, который нужно учить. Как ваше имя? Анастасия. Анастасия. Согласен? А можно корректировку по поводу опоры вот здесь говорили? Просто мне кажется важный момент. Вот если мы в прошлом что-то делаем и опора у нас в настоящем будет не ржавая, а такая, какая она должна быть, то это ведь не развитие. Была она не ржавая и осталась она не ржавая. Но она не развивается, опора. Я об этом. Мне кажется, что здесь еще такой момент. То есть вот учет прошлого в настоящем, как бы сказано это правильно, но получается, что для того, чтобы охарактеризовать развитие, нам нужно делать несколько шагов и как бы набирать опыт, что ли, накапливать. Тогда мы будем понимать, куда мы движемся. Только накапливая опыт. Но совершаем ли мы при этом выбор? Мы из прошлого при этом процедуру отбора некоторую совершаем? Чего взять нам из прошлого и чего не взять? Или не совершаем? Совершаем. Совершаем. Но при этом мы уходим от произвола. Вот это я хочу брать, а это не хочу брать. Вот говорят, вот да, Россия не может покаяться. Можно сказать, да не было ничего. На Сталина все это наговаривает, все гораздо было не так. Раз и книги пишут на эту тему. Все. Нет, ну значит нужно вводить какие-то критерии, чтобы для оценки опыта. По кругу. Об этом мы уже говорили. Мы с этого начали через две минуты, что нужно вводить критерии. Значит, конструктивное предложение было вот от Ивана, он поставил вопрос. Каким же образом вводить контекст ценностей? Вот на этот вопрос ответа нет. Если у кого-то есть ответ, вот попробуйте дать ответ на этот вопрос. Можно поучаствовать? Конечно. Соколов Евгений, группа технологий. Мне кажется, что надо временно хотя бы уйти от мысли о газовых камерах в том смысле, что может быть вообще невозможно просто развитие всего и вся запихнуть в единую схему какую-то. Речь о газовых камерах идет только применительно, когда мы говорим о развитии общества. Так ведь? То есть когда мы говорим о развитии энергетики или какой-то там другой, какого-то конкретного объекта, мы там никак не можем прийти к газовой камере. Худшее, что мы можем сделать, это мы можем просто уничтожить энергетику. Поэтому я предлагаю сделать небольшую редукцию до развития энергетики. И тогда уже будет гораздо проще дойти до критериев развития. Хотя бы в этой применительной области определить критерии того, что такое развитие, а потом уже как бы пытаться распространять полученное знание до там, я не знаю, до чего угодно, в том числе до… Спасибо, Женя, я тебя понял, но для себя я это не понимаю. Я так понимаю, мы сейчас делаем заявление о том, как бы с какими целями каждый из нас будет работать в группах сегодня. Заметьте, сегодня тема направления прорыва. Вот некоторый предмет прорыва, мне кажется, он тут у нас витает, он даже вот обозначен, Иван четко его обозначил. Можно редукцию такую проводить, можно не проводить. Если ты считаешь это целесообразным, пожалуйста, я… Я считаю, что мы как раз… Если это поможет добраться до ценности, если это поможет добраться до критериев, да хоть что делать можно, почему нельзя так. Чего хочешь, то и делай. Я думаю, что мысль о газовых камерах контрпродуктивна. Когда вы говорите, когда кто-то там рассказывает о развитии энергетики, о признаках развития энергетики, а вы кричите, докажите мне, что это не приведет к газовым камерам, мне кажется, это контрпродуктивно. То же самое относительно этой схемы. Мне кажется, наоборот, но у нас разные точки зрения. Ну да, просто не стоит тогда давить своей точкой зрения и всех остальных, так? Так в этом вся и проблема. А как определить критерии, какие-то ценности, если для каждого человека ценности одни? То есть всех сделать роботами, что ли, с одинаковыми ценностями? Вот я вам скажу как. Надо перевести этот вопрос в проблему, и тогда эта проблема получит шанс решения на игре. Потому что игра – это такая, значит, организованность, мышления, деятельности, коммуникации людей, где, в рамках которой можно решать вот такого рода проблемы, пробовать. В жизни, в реальной, на это нет ни времени, ни места. А тут вот мы собрались, если нас это действительно беспокоит, если ваш вопрос перевести в форму проблемы, форму проблемы, вот не сказать просто «это есть проблема», а форму такую, от которой избавиться нельзя, которая как ежик под черепом сидит. У всех здесь сидящих. У решающего проблему, у того, у кого сидит, это же насильно не сделаешь. Это же, я вот не могу это вдолбить. Вдолбить-то это невозможно. То есть, грубо говоря, суть вопроса в том, чтобы здесь какой-то коллективный разум все-таки пришел к какому-то общему, общим критериям, да, для всех, кто в этой проблеме варится. Выработать, хотя бы прорваться в пространство критериализации, хотя бы прорваться так, чтобы можно было работать с этими критериализующими, нормализующими силами. Вот вчера была речь о силе общества, да, о силе общественных организаций. Вот у нас здесь общественная организация. Вот можем мы такую силу сгенерировать, которая позволит нам прорваться к критериям и там решать проблемы. Мне кажется, это вопрос, ну, во-первых, эффективности этой игры, а потом он просто жизненно очень важен. А методы, значит, могут быть разные. Мы будем, значит, критиковать друг друга, потому что без критики тут невозможно. Вот Женя показал, как это можно. Перестаньте, говорит, тащить газовую камеру в энергетике. Ну нет в энергетике газовых камер никаких. Не может быть. Не может быть. А по-моему, может и очень даже есть. По-моему, тоже. Поясните, хорошо, поясните просто, о чем речь? О чем речь? Где, как, каким образом? То есть, где они там? Для меня альтернативы развития нет. А развития ни в обществе, ни в энергетике сейчас нет. И то, что его нет, свидетельством этому является событие в мире. Вот так примерно. Это я понял, как вы связываете энергетику и мысль о возможном приходе в газовую камеру. А так, что святое место пусто не бывает. И если где-то не делается того, что нужно для прорыва к развитию, происходят худшие варианты. Потому что в этом смысле газовая камера для меня это событие на Украине. Если энергетику не развивать, я согласен, она сдохнет. Не энергетика, а общество сдохнет. Общество после этого перейдет в каменный век, не сдохнет. Есть еще мнение со стороны, например, группы ДОМ, что все равно развитие это для человека, это для нашей семьи. И мы точно, вот по завершении развития, мы точно можем сказать, было ли это развитие на самом деле, или это была газовая камера. Вот. Мы как бы... Нет, ну вот насчет после того, это, конечно, хорошая отмазка. Ну, понимаете, вот как бы сколько там десятков миллионов было уничтожено Сталиным, значит, сколько было уничтожено Дитлером, ну ладно, там Германия покаялась, значит, Россия, так сказать, до сих пор не покаялась. Ну, скажем, ну что сделаешь? Ну, ошибка была. Ну, извини, дорогой. Слабое утешение. Я бы вот на этой ноте и закончил. Вот вопросы повешены, вопросы обозначены, то есть заряд, как бы сказать, мне кажется, некоторый получен для работы. Я бы еще все-таки предложил всем тем, кто занимается не развитием общества, а развитием энергетики, попробовать как раз построить критерии развития, прежде всего, энергетики, потому что это гораздо более продуктивно. когда мы говорим о конкретном объекте, чем когда мы говорим о всех объектах на свете в принципе. Поэтому, да, когда мы говорим о каком-то конкретном объекте, построить его критерии развития гораздо проще. Пусть это, может быть, будут неполные критерии, но так или иначе мы как бы… Нет, зачем, понятно, зачем. Я… Спасибо. 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 Спасибо.